Тренировочное занятие по ликвидации чрезвычайной ситуации на стратегическом объекте городской теплосети началось с построения добровольной пожарной дружины предприятия и дополнительного инструктажа, в том числе и по правильному использованию порошкового огнетушителя. Чтобы его запустить в действие, проверяется, есть манометр, если стрелочка в зеленом секторе, значит огнетушитель сможет вытолкнуть огнетушащее вещество. Елена Сюнякина, придя работать на предприятие, решила вступить в ряды добровольцев. Это ее первое практическое занятие, и поэтому она немного волнуется. Самое сложное – это войти в задымленное помещение, в темное задымленное. Нужно собрать волю в кулак и входить, и оказывать людям помощь. По легенде, в стенах насосной станции произошло возгорание. Надев противогазы, дружинники вошли в задымленное помещение и вынесли пострадавшего. Затем погрузили его в подъехавшую скорую помощь. Для меня ничего не было сложного. Все как штатно прошло отлично. Я не почувствовал никаких трудностей. Мне кажется, очень важно это знать свои действия. Во второй части тренировочного занятия появились отряды Ленинского пожарного гарнизона. Условно, в результате распространения огня в помещении котельной произошел хлопок газовоздушной смеси. Возник пожар и разгерметизация швов резервуара с мазутом. При этом огонь перебросился на трубы котлов. Прибывшая к месту условного пожара машина с автолестницы подняла пожарного на верхнюю часть трубы теплосети, высоту которой можно сравнить с многоэтажным домом. Это, во-первых, разные риски. Это абсолютно разная работа. Но для пожарного ему, что жилой дом, что стратегические объекты, это абсолютно, там голова отключается и начинаешь уже работать тем, что у тебя есть. При подведении итогов тренировочного занятия организаторы указали на недостатки всех участников учений, отметив, что в целом все прошло слаженно. В дальнейшем будем проводить такие учения на регулярной основе, используя на разных объектах, моделируя различные чрезвычайные ситуации пожары на различных объектах. Это и в лесах, и в жилых зданиях. Всего в тренировочном занятии по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте жилищно-коммунального хозяйства было задействовано три расчета Ленинского пожарного гарнизона и добровольная пожарная дружина Видновской теплосети. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.